Приветствую вас. Интересный довольно способ выразить суть прошлого и ностальгии, ну нет, нет. Прошлое, оно существует, и более того, с точки зрения, например, логотерапии, прошлое, не только логотерапии, кстати, а прошлое, это единственное, что вообще реально существует, потому что в настоящем и будущем все это теории, все зыбка и все могут огнять. Вот когда оно в прошлом, оно уже было, оно уже есть и этого никто не отнимет. Так что в этом, в этом смысле, в прошлое это то, что действительно на самом деле существует. Вот. Ну, яркий пример можно привести, когда, допустим, человек хочет что-то купить, да, или там есть, вот, он это покупает, съедает и он точно знает, что он это сделал. Ну вот, этого у него уже никто не отнимет. А если он покупает, в настоящий момент покупает, у него там, например, грабят, или там, отнимают, или выясняют, что ему нужно поделиться, или, тем более, там, если оказывается, что ему, например, нельзя, вот, это то, что он хочет. Ну, в общем, в общем, в итоге просто остается тем местом таким, где все, что есть, да, что-то уже случилось и уже навсегда. Вот. Вот, соответственно, то, что можно вам сказать. В прошлом, в этом смысле, является очень даже живым и важным. В прошлом, в прошлом также находится весь опыт, который, который, ну, который человек получает в процессе, в своей жизни, вот, потому что, опять же, без прошлого, да, ну, без прошлого невозможно пользоваться опытом. Вот. Так что, и здесь, собственно, тоже можно говорить о том, что, пространство. Что касается ностергией, то это память эмоций, это память чувств, и, в общем-то, ностергией человек испытывает по причине идеализации этого самого прошлого. Есть в этом одновременно и что-то невротическое, то есть что-то ненормальное, но есть в этом и что-то естественно нормальное, абсолютно любой человек испытывает ему так называемую тоску по тому, что с ним, как бы, когда-то было. Какой-то опыт, да? Какой-то опыт человек может, по сути, пережить только один раз. Вот. И иногда хочется вернуться туда, когда-то только вот пережил опыт. Это опыт переживания. Вот. Так что, ностальгия, это такая вот история, и называть ее чем-то мертвым, да, ну, на мой взгляд, неправильно. Объяснивающая, по крайней мере. Так мне кажется. Вот. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.